Как ты думаешь, на что можно было бы потратить деньги, которые сейчас Россия тратит на спецоперацию в Украине? Куда их потратить? Ну, на пенсии, например. У меня матушка пенсионерка, тридцатку, конечно, получает, но она ветеран туда, поэтому получает. А так-то пенсионер мало получает вообще. Ну, куда еще? Да, еще на пенсии только, куда? Остальное, войну, все. Пусть воюют. Как-то задевает это вообще, война. Первостепенная это операция на Украине все-таки. А деньги потратить это можно их потом нажить. Главная для нас операция. Если бы эти силы, которые сейчас брошены на военные действия, были брошены на заботу о своих городах, об Архангельске в частности или вообще любом другом, то мы бы стали жить счастливее. И нам не нужны новые территории. Нам нужно заботиться о том, что у нас есть час. А вам не кажется странным, что здесь не проходит спецоперация, а поселок выглядит так, как будто проходит? Не знаю, что вам даже сказать насчет этого. На обустройство хотя бы школьных туалетов. Мы тут как раз обсуждали школьные туалеты, что они везде стоят без ограждений, дверей, без защиты. И хотя бы просто благоустройство школ и парков. Мы, кстати, сейчас находимся недалеко от пляжа. Там нет ни одного общественного туалета, чтобы сходить в туалет. Школы строят, детские сады, больницы. Учителя зарплаты получают маленькие. В это вложиться. Можно вложиться. До элементарного как раз таки вложиться. Акции какие-нибудь прикупить, свои заводы начать строить и так далее. Много вариантов? Я так думаю, что эти деньги можно было потратить бы на пенсионеров. Добавить пенсию нашим бабушкам и дедушкам. Потому что они ходят и копеечки эти собирают. Я считаю, вот это самое главное. У меня, потому что мама получает пенсию 8 тысяч. И как на это жить? В образование, в искусство вложить, в науку в конце-то концов. А не просто, ну фактически в спецоперацию. Я об этом не думаю, во-первых. Во-вторых, я думаю, когда страна твоя воюет. То есть делает спецоперацию, что-то делает. Надо за страну быть вообще-то. Ну, первое, это детдому помочь. Всем детдомам. То есть самая основная проблема большая детям. Он к больным детям. Я не знаю. Мне кажется, я доверяю нашему президенту. Если он считает, что это нужно сделать, значит так надо. В любом случае мы деньги не видим. Так что какая разница? Все равно от нас ничего не зависит. Вообще нужно было вложиться, вложить деньги не в армию. Ну как, конечно, тоже нужно туда деньги вкладывать. А так, чтобы в народ, короче, деньги вложить. Чтобы хотя бы жить нормально было. Не видеть этот мусор и все такое. На спецоперацию надо. Это дело России. Это святое дело. Понимаете? Это наш. Я не то, что там говорю. Я патриот. Дело в том, что... Ну как вам сказать? Спецоперация это спецоперация. Это... Я Путина поддерживаю. Потому что уже больше некуда было уже терпеть. Всю эту фигню. Мы все перетерпим. Мы будем в нищете жить. Ну чтобы только страна наша. Понимаете в чем дело? Наша страна... Мы за правду. Пускай там повышаются цены и все прочее. Но мы готовы все это, понимаете, принять к себе. Ну чтобы только мир был. Мир был. Не только в России, но в Донбассе, на Украине. Понимаете? Мы хотим, чтобы был мир. Мы не хотим войны. Мы Россия. У меня друг погиб на Донбассе, защищая... В каком году? Нашу родину. Вот недавно его хоронили. На спецоперации. Вот. И все, что там делают националисты, нам это неприемлемо. И мы их будем бить, долбить, как бы там ни было. Кто-то там что-то не говорил. А завод мы восстановим. Со временем, может быть. Да. Что-нибудь другого. Вот сколько много живет людей в Архангельске, которые живут вообще в ужасных условиях. Сколько денег тратится на военную операцию? Можно было бы, наверное, не один Архангельск. Переселить в новые дома. На дворе все-таки 21 век. А люди живут еще без канализации, без воды. Извините, с туалетами с прямым падением. Сколько в Сирию на восстановление тратится? Сколько разные Венесуэллы, Йеменны и все остальные странам сколько отдают? А сколько долгов прощено? Правильно? Люди могли бы жить давным-давно в нормальных человеческих условиях и почувствовали, что на дворе 21 век. А все люди ходят и говорят, да ладно, поживем. И этим там сверху пользуются. Пенсия у меня 12 тысяч. И зарплата у дочки, она работает на смит-изоляции, 13 тысяч зимой. Двоем с девочкой живут, как прикормятся. Может быть не все, но Путин делает, как говорится, для народа. Но то, что он защищает крепко Россию, как говорится, восстановил эту всю мощь военную. Это я за, приветствую его. А вы думаете, он ее восстановил? Восстановил. Смотрите, у нас какие ракеты, какие еще что-то. Там я когда-то по телевизору видела. На что можно тратить? Кругом посмотрите, образование, медицина. Много что. Но это тоже необходимость. Как говорил Бодров-младший, если война началась, правы, неправы, надо стоять за свою родину, за свою армию. Только так. Потом будем разбираться и наказывать тех, кто был неправ. Слишком много жертв, как мне кажется, лишних. То есть, ладно, если это военные, то, ну как бы, они для этого как бы и идут туда. Но все же это как-то, ну это ненормально. То есть, очень много жизни потеряно уже, наверное, на данный момент. А сколько еще погибнет? Так что, я думаю, это, по крайней мере, нужно как-то просто максимально уже прекратить, а не продолжать. Ну, считаю, что это фиговая гора денег. Я думаю, что ее можно было бы потратить на что-нибудь полезное для страны нашей, не маленькой. Ну, например, на сохранение редких видов животных, растений, или хотя бы на то, чтобы построить больницы в отдаленных уголках страны, и чтобы там люди не умирали просто так, на переработку мусора, развитие альтернативной энергетики. Очень полезно и долгоиграюще. В любом случае нельзя было оставлять ситуацию такую, какая она есть. И поэтому тут вопрос не столько материальный, сколько просто вопрос человеческий. Поэтому я считаю, что, ну, такие, конечно, можно сказать, что эти деньги можно было куда-то еще потратить, но это значит, что надо было просто людей бросить там, которые, между прочим, тот же народ, что и мы. Поэтому я считаю, что не совсем это этично так рассуждать. Я считаю, что финансирование данной операции можно было потратить на развитие инфраструктуры России, на улучшение жизни в России, потому что это важнее, чем какие-то соседние государства, важнее, чем борьба в этих государствах, потому что у нас жизнь у некоторых не за среднего. Я думаю, их можно было бы потратить на то, чтобы, раз уж мы против технологий Запада, да, и вот этих айфонов и так далее, на воспитание, информационное воспитание детей. Это крайне актуальная сейчас информация. Я посмотрел клинические исследования по психологии, рекомендую тоже ознакомиться с этими материалами. Но если в двух словах, то человек перестал концентрироваться. Концентрировать свое внимание больше, чем вот, сами знаете, да, это соседи, 15-секундное видео. В общем, это как жвачка для мозга. Наркотик, на который человек подсаживается. Но в целом спецоперация, да, все подобного рода действия, они для обычных людей всегда минус. То есть его можно как угодно оправдывать, но людям плохо, что с одной стороны, что с другой стороны. Мне кажется, у нас практически разрушена сфера образования. Очень мало выделяется на культуру и искусство в нашей стране. И эти деньги вполне можно было бы влить в эти сферы и в сферу медицины. Потому что за последние два года у меня очень много знакомых медиков, которые говорят, что сфера просто разваливается, у людей нет денег. Это очень грустно, что вместо помощи людям у нас получается оказание смерти.